и снова здравствуйте продолжаем прохождение фоллаута так как мы в прошлый раз сходили в славный город конкорд и оккультурились в местном музее сегодня я решил сделать для своей персонажей хир праздник и сходить в тот же самый конкорд по магазинам пойдешь магазин радуется значится проверяем чё у нас как перед выходом так оружие у нас есть еды давалом боеприпасы во вполне приличном количестве ну побежали как я и обещал покажу что я сделал со своим пистолетом пока пока я не прокачиваю свой пистолет из-за того что не прокачал перки в дереве и ставлю только то что я сделать могу то есть я поставил укрепленный ресивер который добавляет нам урона последнее совсем остальными ресиверами короткий ствол оставил так как он дает повышенную точность при стрельбе от бедра удобная рукоятка которая уменьшает отдачу и повышает точность при стрельбе от бедра штатный магазин больше мы пока сделать ничего не можем пока не возьмем перк в дереве талантов в конкорде мы уже были играем мы не на выживании поэтому можем пользоваться очень удобной фичей быстрым перемещением перемещаемся мы к музею свободы видимо свобода у них закончилась и ее можно посмотреть только в музее значится тут есть один небольшой тайничок который очень и очень рекомендую вам посетить так как помимо опыта там лежит ядерный блок который мы можем или продавать или использовать своей силовой брони а как силовой броню я не пользуюсь единственное место куда я все-таки пойду в силовой брони это форт который мы будем освобождать от всяких паразитов там без силовой брони будет скучно а так в принципе не вне вложив ни одного перка в свое здоровье не восстановление здоровья не сопротивление урона я на этой сложности чувствую себя замечательно в принципе если когда мы начнем играть на более высокой сложности это мы сделаем можно использовать стелс и опять же обойтись без всех этих вкачанных лишних перков и чувствовать себя тоже прекрасно однако мы все-таки перками на скрытность пользоваться будем в дальнейшем так как а это дает нам огроменное увеличение урона отказываться от урона на более высоких уровнях сложности по крайней мере глупо здесь мы немножко собираем то что плохо валяется ланч боксов можно использовать для производства мин так что они тоже полезны и скрытность пока не уходим как я сказал незачем тут вот опять круто зайки или крыса зайки было значит быстренько 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 все тут собираем включаем фонарик на нашем бое не забываем чем хорош пистолет тем что он по крайней мере этот дает достаточно большое количество очков действия что позволяет нам вести практически непрерывный огонь и зваться если взять пистолет другого калибра или самоделку которые тут валяется в виде хлама то очков действия они же очки действия в отсе то есть выстрелы в отсе будут существенно ниже так так у нас так у нас есть сейчас секундочку осколочные гранаты попробуем порадовать местного кальмара вот он как обрадовался аж подпрыгивает это мы сэкономили огромное количество патронов которые мы противном случае вынуждены были бы потратить и получили небольшое эстетическое удовольствие так значит есть места в которые можно пролезть бывает сложно это у нас есть петровна она залазит куда попало берет все что плохо лежит достаточно показать ей мы хотим взять это не знаю как она это делает но у получается все то что она набрала можно у нее отнять с помощью обмена она там маловато набрала а вот она покидала их сюда так плюс собачка у нас обладает начальными навыками взлома как это неудивительно и вот здесь в этом месте вот чтобы вы запомнили вот где стоял этот кальмар есть такой небольшой закуток где лежит абсолютный ничейный ядреный блок далее продолжаем тут все собирать карабины я брать не буду вы как хотите беречь и сухарики не знаю зачем он отнял их у белки тот-то положил их суд и журналка журналка позволяющие наносить татуировки новая татуировка для лица не знаю татуировки я не люблю особенно на лице в крайнем случае продаем так взяли тут торкату и побежали дальше здесь вот веселый чувак здесь мы уже были и таракан а а а а вот так при максимально при минимальном расходе боеприпасов мы получаем экспу и искреннее удовольствие от борьбы с вредными насекомыми все этот схрончик мы с вами зачистили и бодренько побежали дальше сейчас я планирую заскочить одно прикольное место которое позволит нам с вами завести аж трех торговцев при правильном постановке вопроса сейчас вы после того как мы подойдем увидите небольшую сценку предварять это событие я не буду всему свое время вылезы вылезли на свет божий и на скакали дальше здесь в принципе можно полазить тем кому охота по соседним домам можно набрать вот тут справа предохранители и лампочек зацикливаться на этом мы не будем так как пока они нам не нужны особо да и потом их по дороге столько будет что бегать за какой-то определенной лампочкой я считаю неправильно впереди виднеется первая торговка которая будет у нас с вами население то есть она будет приходить к нам и как бы предлагать свои услуги все что надо это немного с ним поболтать вот так с помощью нехитрого солдатского юмора мы получили скидку не знаю что она имела ввиду так тут мы прежде всего отдаем то что нам не надо она мне надо вот готовый завтрак например который дает нам 5 урона от радиации квантовый ядеркул пока продавать не будем мы потом помешаем с чем-нибудь и получим то ли кофе то ли чай в общем чего-нибудь получим кексы веселые ребята макароны сыром бланка пюре быстрого приготовления и сахарные бомбы мы не террористы поэтому бомбы отдадим торговцу чтобы если чего повязали ее дальше фаршированные яйца ням ням изумительно так дальше что мы здесь можем еще на продавать это наш хлам и смотрим что может предложить нам она может она нам предложить 81 10 миллиметровый патрон что очень хорошо давайте эти прекрасные патрончики поменяем на патрончики другие вот например патрон дабы века которым мы пользуются не будем вообще патрон калибра 308 это патрон под снайперскую винтовку так что пока оставим патрон как калибра 250 то есть 38 250 штук можно как раз тоже на продавать отмеряем нужное количество патронов и совершаем сделку в общем все довольны все смеются и так впереди у нас виднеется торговая палатка всякие ангары и проще принадлежности рынка не хватает запруженную стоянку с автомашинами но слава богу такого не случается значит впереди у нас стоят два барыги у которых конфликт с барыгой из местной закусочной значит выхода 3 можно с ними договориться и получить три торговца которые будут находиться под нашей опекой вот в этом месте можно помочь барыги из закусочной можно помочь этому товарищу я предпочитаю в принципе договориться со всеми и получить три места сбыта награбленного поэтому мы с ними просто погавайте я называю это прямо здесь этот мир может официально ударить мою Эй, мы все у нас есть проблемы, хорошо? Я просто пытаюсь собрать на то, что я даю. Я не думаю, что ты чувствуешь себя помогать нам. Вы используете еще одну штуку, или... может быть, ты говоришь о Трудий там. Если я помогу, я надеюсь платить. Хорошо. Я должен платить тебе 100 евро. Почему бы мы сделаем 125 евро? Ха-ха, звучит низко. Ты бизнесмен, да? Ты можешь делать лучше. Хорошо, хорошо. Вот так мы развели его на 150 крышек. А теперь пойдем поговорим с Трудий. Если things go sideways... Да-да-да, подержишь ты меня. Материально, видимо. Так. Вот здесь стоит суровая и неподкупная Трудий. В принципе, она мне... раньше продавала много чего полезного. Кхм... Поэтому... жертвовать ей я не стал бы все равно. Так, пробуем разойтись мирно. И так, при правильно поставленной распальцовке, мы берем бабки из Трудий и с этого Вольфганга. И... Вольфганг занимает место у прилавка. Что нам только на пользу. Третьего торговца, я имел ввиду нашу милую старушонку, любительницу любовных забав, которая обычно тусуется тоже здесь, после того как выйдет из нашего лагеря. В итоге мы имеем три места сбыта. Денег у них... Катастрофически мало. День работы. Теперь, как бы я показываю вам все, что я должен мне поставить. Поэтому, чем больше торгуются, тем больше товара мы можем им впихнуть. Модерация. Хе-хе-хе. Вот у этого 284. Покупать мы его не пока ничего не будем. И Трудий располагает 305 крышками. В общем, в итоге где-то у них у нас с вами получилось 600 крышек, на которые мы можем сдать товара. Что для начала игры вполне неплохо. Можно здесь пошариться. Здесь есть всякие ящички, мусорные баки и прочие места скопления бомжей. Но мы этим заниматься не будем. Мы с вами пойдем... Мы с вами пойдем... Мы с вами пойдем вот сюда. Здесь, во-первых, находится карьер, а во-вторых, радарная станция, на которую мы с вами обязательно зайдем, для того, чтобы взять там очень полезную журналку. Про то, как прятаться в тени. Она нам понадобится для будущего боя в стелсе. И не взять ее сразу было бы глупо. Поэтому побежали. Здесь же места мы прошерстим немного позже. Тут тоже много чего полезного находится. Включая еще одну силовую броню. Но, гады, ее замуровали на кодовый замок. А мы пока во взломе терминалов компьютерных не сильны. Да и, уверен, сильны не будем. В принципе, нам для счастливой жизни это не надо. Первым пунктом нашего назначения сегодня будет карьер. Карьер заполнен водичкой. Ну, тот, кто знает, все и так знает, а тот, кто не знает. В общем, карьер заполнен водичкой, которая мешает нам набраться до нижних уровней, где тоже есть много всякого прикольного. И куда мы впоследствии, после того, как поможем одному типану, обязательно заглянем. Самое главное включить насосы для откачки вышеозначенной водички. Да и, в принципе, это по дороге, так что не будем лениться. Вон, на индикаторе замаячил значок карьера. Значит, мы на правильном пути. Лишь правильной дорогой идем, товарищи. Весело поскуливает Петровна. По синему небу плывут облачка. В общем, очень все пасторально. И наводит на лееческий лад. Так, вот карьер. Чтобы не терять время, сразу пошарим по местным вагончикам. Соберем все, что нам может пригодиться. Кстати, предохранитель попался. Наркота. И еще один татуировки. Что удивительно, тоже для лица. Видимо, других татуировок они не знают. Первый вагончик. О, как бедно. Второй вагончик. И самый главный, третий вагончик. Здесь обычно всегда бывает что-то интересное. Оттачиваем свое мастерство по принятовению в чужие квартиры. Вентилятор. Всю эту еду, которая струнется, я собираю обычно впариваю этим барыгом. Весит она меньше, чем всякие дерьмовые карабины. Да, вот для тех, кто будет играть в мире, здесь находится первый серьезный инструмент двуручный, который можно махать в свое удовольствие. Это молоток. Дамаг ДПС у него очень, в принципе, не плохой для начала игры. Но он медленный. А так как я вообще не понимаю, как можно с голой шашкой на пулеметы бегать, ценность билдов мили для меня сильно занижена. Так, здорово, Салин. Пути-пути какие мы, а? Ты че смеешь? Да я вообще не изговорчивый. Пути-пути-пути-пути, и у тебя есть договор. Окей, 125, но это все. Вот, ребята, вы воочию наблюдаете то, что творит харизма. В обычном режиме он бы вам никогда не дал больше 75 крышек. А так он нам отстегнул на жизнь вполне прилично. Поэтому, почему бы не помочь? А то головой закивал, соглашаюсь. все понятно нам с вами нужно починить прохудившиеся трубы поэтому вспоминаем веселого марио который тоже был сантехником и в припрыжку несемся их чинить значится так зайдя в воду мы начнем получать огромную дозу радиации поэтому предлагаю сразу первых убрать то что на нас и так висит можно конечно еще закинуться рады к сам который снижает то есть повышает сопротивление к радиации но зачем тратить ценные препараты чуть не видно вот кран тик 1 кран тик второй кран тик и он там булькает 3 все крантики мы этому соли перекрыли и теперь снова выползаем на пляже так антир один кушать пока не буду здоровье вполне навалом фонарик отключу и пойдем сдавать квест сейчас после сдачи квестов к нам прибегут веселые кальмары чисто поинтересоваться а че этому тут понаделали так как деньги он нам отдал ну не ожидал я про то что так скоропалительно нажму на спуск в общем пистолеты как и в жизни лучше всего носить на предохранителем металлическая броня для руки кстати говоря на вот и пригодится так соли пришел конец а концы как известно в воду но не совсем буду смысл полить на насос и видим первого радостного болотника очень старшим дамагом пока серьезного урона моего донести не можем ну вот болотником комбайнерка побеждает и мы радостно несем все дальше теперь наша цель радарная станция там тоже засели бандюки которых мы сейчас с вами оттуда выстреливать смеркалась тут бородится собачка которая обошлась на у 2 патрула одна собачка как они забавно кувыркаются подбираемся к радарной станции его на как чуть с тобой петровна очередная крыса зайка ну по радостным выстрелом мы понимаем что нас заметили ничего страшного и фатального мы в этом нет слышатся какие-то интимные придыхания за стену я пойдем пазырен счетом творится это местным бандюкам таракана спать мешают вот они прилетели мешать спать и нам фумигатор ков байнерка скажи насекомым нет последний вертки попал вот такие тут в дутни которые насмерть загрызли между прочим рейдера ничего больше брать у него не буду пусть даже не просит собачьи консервы и патроны которые нам не нужны сейчас мы с вами то есть сейчас я обязательно вложусь в увеличение количества и боеприпасов находимых на трупах которые позволят нам вообще не знать никаких забот и проблем с обеспечением себя боеприпасами в бою вложив один талант мы сразу почувствуем разницу тут враги поставили ловушки обезвредив которые мы получаем много полезного так вот планшетки советую сразу собирает так как это винтики и пружинки или пружинки и винтики что в принципе не критично так ничего ценного больше здесь я не вижу эту дверь мы не откроем пока поэтому побежали знакомиться с местными оказывается они побежали что им большое человеческое спасибо это откуда так 20 кстати говоря у нас встроенное большое сопротивление к урону которое даже не зависит ни от брони не вам отложенных перков так что очень рекомендую поначалу пользоваться ватсом это позволит нам вкладывать очки нужные более полезные вещи тут иногда местные шлавы минируют туалеты для того чтобы мы ими не пользуемся обязательно обязательно так что открывать лучше вот так раз и отходить иначе будешь приятно освежен так смотрим чем мы тут должны взять в первую очередь а должны быть взять в первую очередь как я уже говорил вот этот перк халявщик вы способны добыть добыть припасы даже на поле боя и находите больше патронов в ящиках берем не глядя и второй туда же после этого после этого мы будем брать вот этот вот перк я тут немножко подкопил перков с прошлой серии думаю всем это будет приятно берем теперь у нас не будет проблем с боеприпасами до самого 24 уровня и при уничтожении врага ватс мы будем иногда восстанавливать все очки ОД автоматом что вкупе с перком живщик которые гораздо быстрее будет нам восстанавливать очки действия сделают получение этих очков действия автоматическим и очень быстрым то есть мы будем стрелять ватси практически без пауз что мне очень нравится значит смотрим что у нас тут дальше бутылка рикеров у как играть только водка так здесь живут вполне серьезные ребята поэтому все-таки придется кушать анти родинчику и заживать его отняты мы у белки сухариками какая и задача вот так вот шутками и приворотками молодежь встречает первом смолить нельски мне нельски вот тут еще есть изолента теперь давайте попробуем на что мы способны встелся во-первых встелся у нас повышенная меткость во-вторых всегда полезно особенно на железной лестнице которая издает всякие тревожащие окружающих звуки сделать так чтобы они их начали беспокоить самую последнюю очередь после проблем с заказом места на кладбище берем плитку берем плитку да не забываем здесь у нас находится кексовичевые ребята здесь у нас с вами находится очередной ядреный блок который мы быстренько с кому не ездим хлопкая пряжа тоже крайне полезные так вот здесь надо поаккуратнее здесь идет девушка с максимом живет и идет и живет и чего только с этим максимум недель девушка у нас закончилась зато прибежал рейдер видим макс а еще ребят пацаны подбежали жалко граната нет придется брать вручную ухта он понял максим с тела погибшего товарища что-то они какие-то тут сообразительные да 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 вот это правильно я люблю когда за меня люди радуются так откуда тут ведет огонь какая-то зараза он стреляет через трубы никогда так не делаете не попадете патроны зазря потратить и вас очень сильно расстроит подойдя поближе берем с него одежду с плюсиком это местные знаки качества вот это конечно нас ни от чего не спасет ну почему бы не дуршлаг нет дуршлаг и брать отказываюсь а вот миниган возьму с большим удовольствием ланчбокс вантус заметьте эти вантусы нам будут встречаться на каждом шагу что местные бандиты вытворяются с их помощью я честно говоря не знаю фантазии у меня не хватает вываренные кожная броня для туловища и расшитая броня для левой чего-то там давайте пазырь почему бы как говорится и нет а она гораздо лучше чем то что мы нашли в самом начале и это имеет какие-то плюсы это все барахло который стоит копье а весит по три килограмма мы с вами возьмем да и выбросим разбирать ее не на что а стоит она как вы сами видели так ушанка ушанка нам дает один одно очко интеллекта так что возьмите это на вооружение не ходите зимой без ушанки умнее будьте по крайней мере будете казаться умней смотрим чего она здесь приписано к нашему приходу не плохо не подготовились приходит идем далее забираем у товарища винт и вот здесь лежит сундучок с медальоном который мы потом отдадим местным фермерам за крышки xp берем не глядя вещь хорошая ножницы мы брать не будем курсы кройки и шитья не для нас тут у нас ползают тараканы иногда с них встречается легендарные легким движением руки мы начинаем готовить их оптом следят за тем чтобы не подгорели однако как видим тараканы здесь тоже имеет специальную подготовку и при взрывах прячется легендарные так не забываем перезаряжаться в жизни так делать не надо а в игре это экономит нам время при перезарядке в бою а в жизни вы все равно не успеете снарядить магазин так вот кастрольный карабин стоит 106 обычная скорострельность и ускорение перезарядки не но возьмем продадим это уже можно и нужно продавать это ровно что-то тараканов не ловишь а еще ржет в придачу чем некоторые советуют прокачивать урон петровны вкладывая перки но я считаю что это дело абсолютно вредные так как толку от нее на поле боя никакого обычно она при первых выстрел куда-нибудь исчезает по своим делам если даже не исчезает и бросается на врага то особого урона его не наносит поэтому петровна скоро мы с тобой будем прощаться так все здесь посмотрели от масленка еще очень хорошие вещь а деревянный ящик еще лучше даже лучше чем петровна так энтер один не не уж петровна победил так здесь мы всех уже посмотрели идем за тем предметом из-за которого мы тут сюда и пришли вот невозвращенная книжка тоже рекомендую их можно сдать в местную библиотеку причем не просто за спасибо а с жетончики которые можно поменять на всякое разное но она обычно бывает очень всяким но иногда попадаются и неплохие вещи по мере прохождения нам попадутся такие аппараты и мы там дружно выполним свой гражданский долг возвращая невозвращенный всякими негодяями книги книга на ведь источник знаний и как показывает практика еще и источник жетонов так вот теперь мы можем сюда войти выходим из надоевшего стелса и видим ядреный мини заряд это мини заряд для толстяка нам в принципе много их не надо но штук восемь нам хватит вполне для прохождения квеста по освобождению форта но самое главное тут лежит от руководства по тайным операциям сша состоящие как мы видим из одной обложки из этого делаем будет что тайные операции в сша находится не на высоте что в принципе показывает реальная жизнь где служба то есть войска спец войска спец войска сша как бы в последнее время в основном обделываются они выполняют задачи и достигают результатов в общем как то у них все очень смешно получается желающие в принципе могут набрать в интернете и прочитать их отчеты об их последних успехах они желающие могут поверить мне на слов нам попалась первая осколочная мина иногда она нас будет выручать но с другой стороны я не люблю ставить мины и поэтому продаю их всем желающим торговцам и так мы все таки открыли поры и это правда найс так коллиматорные легкие так из одного коллиматора моего брать не будем а вот ядреная батарея нам пригодится также в сумочке берем патроны здесь берем опять же веселых ребят и ядреные колы и так радарная станция у нас защищена серьезного сопротивления мы не встретили и поэтому бежим к последнему на сегодня пункту нашего назначения на ферму тен пайнс блав где мы и возьмем квест на посещение завода корвига прохождение этого завода займет достаточно большое время поэтому сегодня мы его проходить не будем да и настроение что-то сегодня не очень так что лучше отложим до завтра ромашка открыта ох и в так у них тут находится торговец какая удача да кстати он продает хорошую броню для начального уровня так так что мы сейчас посмотрим чем тут продает за 482 крышки а это он продает за 10000 крышков не такую цену ты носи ее сам тоже совершенно бесполезный предмет так как супер мутанта здесь конечно распространены но не настолько хорошо чтобы носить броню против них а вот вот этот левый на речь мы с вами прикупим у нас тут есть коктейли с молотого быстрый калиброванный пистолет мина принципе и мини гонос один уже есть и чуть-чуть до добьем вот армейский шлем даром ненужный кожаные одежда кожаные броня для левой руки для туловище и для рейдера так майка и джинсы дают нам удачу одну оставим удача никогда лишним не бывает так также отдаем им квантовый ядер кола выпуска берет веселые ребячьи кексы очищенную воду сахарные бомбы кстати говоря вот приготовленная пища стоит вполне прилично нами приготовленная пища имею ввиду поэтому готовить очень рекомендую вы будете не только на халяву устанавливать свое здоровье и прочие способности но и вот например стейк из коктей смерти 165 крышек стимулятор который считается в принципе самым дорогим там таким товаром и расхожим всего 24 принципе можем отсыпать ему симуляторов но лучше отсыпем чего-нибудь другое вот чашка с лапшой с лапшой например ядер вишни ядер черешня ну и добавим тыквами этого трогать не будем а вот патрон дробовика решит все наши проблемы одеваем только что приобретенный на рукавник и получаем один к силе и один к выносливости это мы можем увидеть в разделе спешил вот у нас появились плюсы для силой и для выносливости что не может не радовать а теперь быстренько знакомимся с местными сельхоз трудящимися подъем пистолет уберем ну чего снилось понятно видимо стало не стоя ноги как решать их проблемам так сразу то он изменился на более дружный ого она нам дала квест не на карве гу да удивительно обычно она дает первый квест на завод карве га которые находятся тут ниже и которому я начал столь ответственно готовиться ну и ладно следующей серии мы с вами займемся этими квестами тем более что там рядом находится пара мест который посетить надо обязательно и потом вы увидите почему так что не все так печально как могло бы показаться так стремительный клуб косвольный карабин мы не продали продадим следующий раз а пока положим его в раздел оружия далее кладем туда майку и джинсы ушанку не сезон потому что кладируем всю наркоту морковку туда же очищенную воду оставляем я ее ношу для бедолаг которые встречаются по пути это приводит приводит гаврика восторг когда сидит какой-нибудь там типа не говорит дайте мне воды ты да на бери и гаврик приходит полная восторг и начинает прыгать и биться головой а стены от восторга здесь стимуляторов нам столько не надо этому чего уже клавишей ты и на этом прощаемся с вами до следующей серии до свидания